И первым гостем по традиции четверга в нашей студии Сергей Леонидович Казаков, директор издательского дома «Томикс» с новым выпуском Владимирской газеты. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы по традиции начинаем с главной страницы, с основной статьи номера. Сегодня на первой странице газеты ваш портрет. Да, и заголовок «Иду в депутаты ЗС». В общем-то, еще пока я не являюсь еще кандидатом в кандидаты, но решение принято, в общем-то, произошло выдвижение, и подробности, я думаю, уже как-то в других новостях мы расскажем. Но то, что решение твердое, идти в депутаты ЗС, потому что считаю, что все-таки сложившаяся социально-экономическая обстановка в Владимирской области, вообще образ законодательного собрания, я уже многократно говорил о вас в эфире, хотелось бы его исправить, чтобы больше появилось депутатов, которые бы могли активнее защищать интересы избирателей, вносить новые предложения, чтобы было больше законодательного собрания в нашей жизни. Сегодня оно как-то немножко, на мой взгляд, все-таки стало таким органом не очень заметным. Хотелось бы, чтобы вот это вернуть былую, можно сказать, даже славу законодательного собрания, которое было, когда я уже работал в нем в 96-й, 2005-й год. Но кроме этой новости, есть еще много интересных новостей, тоже связанных с выборами, которые стоятся 9 сентября. Я, кстати, с большой надеждой возлагаю на то, что будет много рекламы, вот как на выборы президента звали людей, как я говорю, из каждого утюга звучало, что приходите на выборы, важный выбор, так сказать. И также 9 сентября, я считаю, тоже очень важный выбор, там будет выбираться и губернатор Владимирской области 9 сентября, и депутаты законодательного собрания Владимирской области. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы поактивнее люди отнеслись к этому событию, пришли на выборы. Надеюсь, что в этот раз будет выбор, будут конкурентные выборы, будут кандидаты от разных политических партий, так сказать, самодвиженцы. Надеюсь, что все будет хорошо. Но уже сегодня есть заявление от Светланы Юрьевны Орловой, которая, в общем-то, зашла в избирком с этим заявлением и сдала свои документы на выдвижение. И параллельно, знаете, об этом у нас есть тоже материалы в газете, параллельно выдвинулся от Коммунистической партии Российской Федерации Шевченко Максим, который, в общем-то, неожиданно появился в Владимирской области. И вот у нас об этом материал, у нас, так мы называем Светланы Юрьевны, хозяйка региона, появился реальный конкурент, хозяйка в кавычках. Почему, на наш взгляд, Максим Шевченко, ну, это известный журналист, он был доверенным лицом Грудинина на последних выборах, он беспартийный, кстати, он не вступил в партию. Но выдвигается от КПРФ? Выдвигается от КПРФ при поддержке КПРФ. Ну, вы понимаете, партия, Коммунистическая партия Российской Федерации уже продемонстрировала, что беспартийный Грудинин тоже шел, в общем-то, от партии КПРФ, и при этом тоже никто не требовал, чтобы он вступал в партию. То есть сегодня очень сложно выдвинуться от партии, которая не имеет права выдвигать без подписей. Сегодня с подписями очень сложно, вот, кстати, Максиму Шевченко предстоит пройти муниципальный фильтр. Это подписи депутатов муниципальных наших округов, да, образований. И вот сегодня это будет самое сложное для него, для Максима Шевченко. А вообще он журналист, он блогер, вот, у него достаточно большая биография. Я думаю, вот, кто купит нашу газету, здесь есть о нем его высказывания, так сказать, что он из себя представляет. Ну, о нем много написано. То есть он достаточно известный человек. Я надеюсь, что его позиция будет известна избирателям в ходе кампании. Он, кстати, возглавляет список и КПРФ в законодательное собрание. То есть он идет первой тройке первым номером, насколько мне известно. Поэтому сегодня выбранная тема в нашей газете присутствует. Конечно, я вот начал говорить, что Светлана Юрьевна выдвигается. И параллельно начался процесс в суде над Хвостовым. Это вице-губернатор, бывший уже вице-губернатор из команды Светланы Юрьевны Орловой. И вот, вы знаете, шокирует, государственный обвинитель в суде зачитал обвинительное заключение, и шокирует количество эпизодов и фамилий, которые вовлечены в коррупционный круг, выразовавшийся вокруг Дмитрия Хвостова. Это пока, конечно, еще судебный процесс, состязательный, понятно, но там звучат огромное количество фамилий и глав муниципалитетов, и строительных компаний, и каких-то людей, в частности, из окружения Орловой. Там была Олеся Кузнецова, которая проживала с Светланы Юрьевной Орловой прямо в одном особняке, в ее резиденции, в Юрьевце, как в сторону Юрьевца ехать. Многие знают эту резиденцию. И она там тоже вовлечена. То есть, появление Светланы Юрьевной, появление Дмитрия Хвостова создало у Владимирской области вообще, я бы сказал, скандал федерального масштаба. То есть, у нас никогда во Владимирской области, вот сколько я помню, я живу здесь очень давно, и не представляю, чтобы у нас такое когда-то было. Это, кстати, не последнее дело. У нас все дело Мазанько появится скоро в суде. Лена Мазанько, там тоже круг определенный есть. Еще там Шляхов на подходе, тоже, так сказать, губы тепличные, мы знаем. Когда все это анализируешь, и об этом наши журналисты говорят, то вообще удивляешься, что человек, который привел сюда вот такую вот команду, которая вся уже подозревается в коррупции, все равно нашел все силы и понес заявление на новый срок. Понимаете, вот очень удивительно, насколько либо человек очень любит власть, да, очень любит власть, либо ему вот это все равно. То есть, вот, ну, что вот столько в кадровой политике проблем, что это как бы вины за собой человек не чувствует. Понимаете, вот совершенно не чувствует. Хотя у нас чахарда кадровая вообще, конечно, удивительная. Вот за эти пять лет там был и Марченко, который уехал, был и Шахрай, который уже уехал, были еще какие-то люди, которые уже отсюда, и Русанов тоже уехал. Ну, то есть, огромная масса вице-губернаторов побыли, что-то посидели, в общем-то, ничего хорошего не сделали, так особо заметного, и исчезают куда-то в небытие. Потом появляется тоже странное, я уже говорил об этом, назначение, там, директора департаментов, областных департаментов, руководить для этого какой-то муниципальной школой там спортивной, каким-то небольшим предприятием строительным садятся в департамент строительства. Странное очень назначение, без конкурсов, и все равно этот человек идет на выборы. Очень странно, на мой взгляд. Об этом очень у нас много материалов. Ну, вот выбранная тема, тоже сенатор Рыбаков устоял. Это говорит о чем? О том, что Сергей Евгеньевич Рыбаков, по версии СМИ, в частности, РБК, возможно, может остаться сенатором, несмотря на то, что его здесь местные единороссы, как говорится, на праймерсе не поддержали. Ну, там не только единороссы с праймерсом, вроде бы, как и с населением, участие населения другого, не только члены партии, но и сторонники там голосуют. Но, вот по мнению экспертов, Сергей Евгеньевич Рыбаков, возможно, останется сенатором. Ну, тоже об этом есть статья интересная, об этом можно почитать. И еще одна очень скандальная тема, скандальное дело о том, что фонтан, который у нас, в общем-то, обезобразил на сегодняшний день, пока не украшает совершенно наш город Владимир во время чемпионата мира по футболу, как мы культурная столица, но кому-то очень захотелось именно вот в этот год построить светомузыкальный фонтан. Мы подозреваем, что все это захотелось нашему губернатору, Ислана Юрьевна Орловой, там Греф Сбербанк решил помочь 200 миллионов выделить. Хотя вот с людьми иногда говоришь, говорят, ну, у нас есть более важные объекты, которые бы Сбербанк мог профинансировать, и мы бы с удовольствием 200 миллионов потратили туда. Например? У нас? Да. Ну, например, есть школы, которые требуют ремонта, есть детский садик, которые требуют ремонта, есть больницы, которые требуют ремонта. То есть огромная масса социальных объектов, на которые бы 200 миллионов очень бы пригодились. Но нам нужна помпа, опять шарики, опять ленточки, фонтан, светомузыкальный фонтан. Ну, понятно, у нас любят, вот особенно с приходом Славы Юрьевны Орловой, устраивать праздник. Да? Праздник. Поэтому, конечно, но с этим фонтаном очень интересная история. Мы до сих пор не можем понять все-таки, кто же объявил тендер, кто выявил победителя вот этого строительства на 200 миллионов. какой-то фонд, который, в общем-то, является, по-моему, заказчиком вот этого строительства, он аффилирован к областной администрации. И его следы, этого фонда, уходят к Мазанько, который вот сейчас находится под следствием, да, и бывший, вернее, действующий вице-губернатор. Мазанько, кстати, или она действующий вице-губернатор? Хотя она и под следствием, и там является, да, там у нее, по-моему, сейчас подписка о невыезде. Но она действующий вице-губернатор. И Смолина тоже, вот организации, которые учредили, так сказать, этот фонд, это организация, связанная с Мазанько и Смолиной. Так вот, организация, которая сейчас строит, там начала заколачивать, мы знаем эту историю, да, заколачивать какие-то там, ну, что-то типа свай, укрепляя, там что-то такое, вот эти вот земляные работы проводились, и начали разрушаться, там, ну, какие-то произошли вибрации. Сергей Леонидович, есть зритель на линии, вы должны принять его голос. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мне очень нравится газета «Томикс», очень рады все публикации. Я люблю Антония Сорожского, и вот прям буквально вот так вот недавно такую фразу вот нашла, вот именно то, что печатается в газетах, вот, в «Томиксе». Если коротко, я просто процитирую эту фразу про хаос, который сейчас у нас существует. Но хаос — это вот богатство, бесконечное богатство возможностей, которые должны расцвести. И над этим хаосом как бы дышит Святой Дух. Дух, вызывая из него, его нет, все возможно. И это все возможно делается действительностью. Спасибо вам большое за ваш голос. Вот такой комплимент, Сергей Леонидович, газете «Томик». Спасибо. В общем, драйвер временно загнали в тупик. Это именно идет о фонтане. У нас осталось не так много времени, Сергей Леонидович. Да, последняя тема — это пенсия. Пенсия, да. Я вот лично против этой пенсионной реформы, увеличения возраста. Я бы мог аргументировать, но просто очень мало времени. Но у нас есть позиция, так сказать, других экспертов в газете. Вот эта тема у нас в газете тоже проходит. Кому интересно, можете прочитать. Я думаю, что вообще номер такой интересный, сбалансированный, как говорит наш главный редактор Михаил Анатольевич Буянов. Думаю, будет всем интересно, кто купит нашу газету в киоскороспечати у наших распространителей. Уже завтра мы можем оценить, насколько выверенный и насыщенный номер Владимирской газеты. Сегодня, Сергей Леонидович, я не отпущу вас без ответа на один личный вопрос. Дело в том, что сейчас на телеканале «Вариант» идет проект «Как я стал собой». Сегодня мы увидим его очередную серию. Суть проекта в том, что известные владимирцы рассказывают свои истории о судьбе и выборе. От того момента, кем они мечтали стать в детстве, ну вот прям-таки дошкольниками еще, на кого учились и пригодилось ли им образование в жизни или жизненный путь иначе распорядился и вывел их на совсем другую дорогу. Как было у вас? У меня было следующее. Я мечтал быть ученым, чтобы где-то вот жить в каком-то научном городке, который находится в каком-то лесополосе, в лесопарке, даже где-то в лесу прям мне хотелось. Потому что я вот жил в деревне Запроде, Собинского района, там у бабушки дом, и мы жили, деревня такая небольшая, она находится в лесу. Ну, как распорядилась судьба? Я окончил техникум в Москве транспортного строительства, но специальность была техникум, математик, программисты. Вот еще в 76-м году мне захотелось освоить программирование. Я чувствовал, что за этим будущее. Вот сегодня, ну, надо сказать, что что-то помогает осваивать новые вот эти компьютеры, там вот эти гаджеты. Все-таки пригодилось? Пригодилось, да. Вторая специальность инженер-конструктор радиоаппаратуры. Ну, тоже, в общем-то... Это уже высшее образование? Это высшее образование, наш политехнический институт. Ну, я тогда работал на ВЗПО технику, и там тоже, в общем-то, был связан с числовым программным управлением, с танками, с ЧПО, и, в общем-то, по специальности как-то учился, чтобы быть профессионалом. Но потом был резкий поворот, да, я ушел в комсомол, потом вот стал депутатом областного совета, народный депутат, потом депутатом в законодательном собрании, и получилось третье образование, Академия госслужбы при президенте Российской Федерации. И вот там я тоже окончил, значит, специальность управления муниципальной, ну, муниципальное государственное управление. Вот, ну, я скажу, что тоже пригодилось, потому что депутат, депутат, он как бы тоже все это должен знать. Вот эти три года обучения, они были очень хорошими, свяжение знаний, помощь вот в работе над законами, работе с людьми, там, с главами. Издательский дом, когда появился в вашей жизни? Издательский дом в 1991 году появился, да, но там все помогло, и высшее образование, и опыт работы в комсомоле, и, в общем-то, и техникум, потому что осваивали новую технику, вот издательский комплекс, вот это компьютеры, в какой-то степени уже и программы начали появляться. То есть, понимание, что происходит, мне кажется, именно дало вот это образование. Послушайте, и физика, и лирика, все сошлось в вашей судьбе. Спасибо большое. Спасибо вам. До встречи. До встречи.